Привет, мои дорогие любимые! Сегодня 22 апреля, а это значит, что завтра, 23-го, будет День Детей в Турции и День Конституции. Поэтому и такой большой флаг повесили на торговом центре Марк Анталия. К сожалению, завтра будет комендантский час, и мы все вместе дружненько сидим дома. Смотрите, луна какая красивая, и самолет летит, и сразу в это же самое время солнышко светит. Всем привет! Что-то происходит. У нас сегодня пятница, 23 апреля, все сидят дома, комендантский час. В церковь я не пошла, потому что у нас есть разрешение только в субботу утром-вечером, ну, на службы утренний-вечерний и воскресенье. На пятницу у нас разрешения нет, штраф 3150 лир и аннулирование ВНЖ мне как-то не хочется, чтобы у меня было, поэтому я сижу дома. Но уже третий или четвертый раз проезжают, проезжают, Юля, по воздуху проезжают, пролетают самолеты или вертолеты, я не могу понять, куда они идут. Чтобы вы понимали, у нас здесь самолеты, которые там, ну, нормально, да, куда там они летят, кто куда, не пролетают в нашем районе вообще. Здесь летят, если, например, какие-то, ну, скажем так, выступления самолетов, тогда здесь летят. Вот бывает же, вот как раз на этот праздник, постоянно было выступление очень красивое турецкой такой команды, они, ну, блестяще показывали разные трюки в небе. У меня есть на канале в плейлисте о достопримечательности Антарии. Тогда, вот если такое происходит, тогда вот над нашим районом пролетают, это уже третья какая-то бригада полетела. Я не вижу, только слышу, то есть даже не могу понять, сколько их летит. Года сегодня, конечно, суперова, и не было бы комендантского часа, все бы сейчас были на пляже. Вся Анталия заселила бы кони Алты и Лак. Поэтому всем сказали сидеть тихо дома и убирать. Ну, убирать, понятно. Вот, подождите, опять летят. Не, Юля, это машина. Летят, я слышу. Ну, это я же таки великий военачальник, мне же душа надо вам сказать. Слышите? Вот и я слышу, а не вижу, кто там летит и зачем летит. Понимаете, если бы летом, это было бы нормально, значит, где-то пожар. Вот. А, то есть бывает, что, ну, возят воду. А сейчас что? А, вон, полетел. Это ж ты один маленький летишь, это столько грохота от тебя, чтобы ты был здоровый. Такие штыпзик. Не, ну, понятно, что он не штыпзик, что он большой. Ну, то есть увидели мы, что летит. Привет, мои дорогие любимые. Сегодня суббота, комендантский час. Посмотрите, что здесь происходит. Я не знаю. Ну, здесь уж магазин ковров, и они ткут. Прям на месте в магазине ткут. Он, видимо, просушить. Может, он постирал их, но не знаю, что там. Так, где нашему шмула? Они уже срывали, нету. Это мужчина. О, есть. Мушмула, дыльма? Мушмула. Оп, там, а что там, мертвым? А, бене, пошат йог? Пошат йог. Сейчас он мне лесничку даст, я немножечко сорву. Хотя я еще... Бенже, да, я еще дыльма. Барма, сары? Вот здесь какое-то деревце посадил. Я не видела. Тут поставил кактусы. Мердюэн береми? Ага. Тут еще кенардакилар алаблирс. Кенардакил. Сейчас посмотрим, попробуем с вами мушмулу. Мне кажется, вот там... Мне кажется, они уже оборвали, я вижу. Было побольше. Вчера же было пятница, комендантское время, а разрешения на пятницу у нас не было. Да, вот снизу пообрывали. А может, и не было там. Слушайте, реально лестница. Кенардакилар алаблирс. Ага. Нет, так я пока был так. Бенже, бен орэкадар а-а. Нараломазбсадбакшу. Не, даже я на лестницу лезь, потому что она неустойчиво стоит. А вот здесь можно на камне вылезти. Нормально будет. И нормально. Опа. Здесь стена, наверное, какой-то дом был. Что осталось? Хотя был дом, я тогда дерево как вылезло. Дерево как вылезло. Выросло. А он еще, смотрите, я сейчас насобираю, насобираю. И Мушмулу первый раз в этом году буду есть. Посмотрите, сколько я насобирала. Он взял, выломал, опускал мне дерево и сломал веточку. Я говорю, ты не ломай веточку. Это что, ну, видите, два я сорвала, а эти выбросывать. Не ломайте так дерево, так нехорошо. Ну, птички сидят, но все равно. Не надо. Да, видите, по чуть-чуть, по чуть-чуть можно будет насобирать. Очень вкусно. Мне очень нравится Мушмула. И такие цветочки здесь распускаются. Сейчас мы, знаете, пойдем по тому проходику, который я люблю. Может, там тоже что-то расцвело. Вот видите, на верхушке сколько много? Ну, как туда долезть, неизвестно. Потому что, ну, лестница там не станет. Она вообще неустойчивая. Я говорю, не, не, я не буду рисковать. Вот такая Мушмула. Вот такая сейчас кисло-сладкая. Сочная-сочная. Эти, конечно, как их называются? Косточки, они большие. Я посадила, они все дома. Никак не могу пересадить на улицу. Видите, какие большие. Мне очень нравится вот этот двор, и там цветет такое все. И Мушмула, кстати, тоже растет, смотрите. Это от отеля. Но можно заходить всем людям. Называется ресторан Се-ре-зер. Я когда-то даже меню снимала этого ресторана. Вы такое видели? Они их не полили. Они засохли. И эти решили их просто покрасить. Это настоящее. Я думаю, что это настоящее. Потому что они были зеленые-зеленые. А стали вот такие. Ну, что еще придумать, да? Вот только покрасить кусты. Так, что у нас растило? Бу-ген-биле растило. Юля до сих пор на Булкане не посадила. Но вчера хоть раз собралась с помидорами. Если так можно назвать. Смотрите, маленькая Мушмула, уже сколько плодов. А эта желтенькая. Но это мне не разрешили, я не могу взять. Это не мой сад. Там не разрешил, мужчина. А там можно. Роза какая красивая. Сейчас пойду. Тут постоянно розы расцветают. Оно. Пахнет. Представляете? Пахнет. Смеетесь? Есть розы, которые не пахнут. И даже, скажем, больше воняют. Ой, лютики эти. Все. Прошел год. Я забыла, как называется. Лютики-цветочки. Вы емилия, красавица растет. Ладно, не будем сегодня заходить. И такие уже тоже. Чтобы вы понимали, вот здесь был проход. Я точно знаю. Они поставили сетку, загородили. Типа никто не понимает. И открыли там. Прям продолбили. Какая разница? Ну, мы же, знаете, людям неуютно. Ну, тогда заходят все. Там красивый дворик. И такие цветочки у нас растут. Понятно, что как она называется, я не знаю. Даже те, что я знала, забыла. Все. Вот так. Никого. Только коты выглядывают. Что вы там выглядываете? Хлопцы. О, тут по-другому сделали. Не было этого. Они прям выставили так, чтобы видно было хорошо. А, они выставили, чтобы люди понимали, что здесь есть мороженое. Потому что комендантский час все закрыто. Только А-101, ШОК. Что еще? Мигросы. И то в Маркантале Мигрос, мне кажется, закрыт. Вот видите, с туристами идут. Как всегда, в комендантское время идет уборка или стройка какая-то. Вообще городская. Вот туристы сияют, на солнышке загорают. Очень жарко. Видите, моя муж была. Сейчас иду и вижу пара идет туристов. А пусто же. Я говорю вам что-то подсказать. Они говорят, вы знаете, где можно фрукты купить? Я говорю, так в Мигрос можете пойти. Они говорят, а где он? Я говорю, так вон за башней с часами. А где башня с часами? Говорю, так вот же перед носом. Они говорят, представляете, мы за минаретом не увидели. Они вышли сбоку. И как раз башню с часами минарет закрыл. Я говорю, идемте, я вам покажу. Да, с Киева пара. Приехали на отдых. Там пошли уже фрукты покупать. Естественно, так тяжело. Никого нет вообще. Некого спросить, куда двигаться. А люди даже, может, если перед этим что-то смотрели, немножко еще одно дело по видео смотреть, другое дело уже на месте. Так что вот так бегу я. Потому что время закончится. Сейчас я буду ее бежать. Вот такая у нас сейчас капала ее. По субботам. Поверьте, в нормальную субботу просто не пройти. Ну, пока так. Вы посмотрите, какая мордочка собачки. Типа, что такое? Кто вот этого? Посмел мне что-то тут сказать? Я не понял. И это ж уже минуту-две лежит так. Удобно? Ведет, ведет взглядом. Ну, это они ничего, они не сомневисты все. Не буду даже подниматься. Потому что жарко. Удивительно. Сегодня кровь не принимают. Обычно в субботу, в воскресенье они все равно открыты. Может, мало происходило. Смотрите, эти уже там что-то строят. Ну, они уже строили, но закрыто было. Какой-то занавесочкой, поэтому не видно. Фонтанчики не работают. Ну, тут туристам нечего делать. Когда коментарское время, это да, старый город можно еще погулять. На море пойти, да на море пойти и все. А вот так вот здесь, вот тут нечего смотреть даже. Кстати, меня спрашивали, или автобусы ходят. Автобусы ходят. Трамвай? Нет. Автобусы утром я видела. Забитый, кстати, был автобус. Но вот еще люди на работу все-таки едут. Вот, и, ну, то есть ходят. Не переживайте, не обязательно такси вызывать. Мамочка так парит. Вы даже не представляете, солнце не сильное. Оно где-то там за точками спряталось. Ну, так вообще жарко. Просто лето. Не, лето это не жарко. Лето это умереть может от жары. А это просто жарко. Смотрите, розочки расцвели. Пока нету много машин. Покажу вам розочки. И красивее. С одуванчиками вместе. Ой, красота какая. Красота для пота. Правильно ли она красный свет? Да, ну, так и никого нет уж уж и ждать. Вот, горы. Все, уже почти снега не осталось. В горах. О, смотрите, сразу следующее идет. То есть мне говорили, что очень мало. То есть есть автобусы, но очень мало. Ну, вот два подряд пошли. Хотя да, они парами ходят. Они где-то кофе пьют вместе. Гори в лиф. Вы посмотрели на меня. Маски подняли. Я подняла тоже. Разошлись. Говорили, это вообще ответственнее за что-то. Нет, вы понимаете, я ношу всегда маску. Ну, если никого нет рядом, от кого за... Ну, ты же понимаете. Все, зашли. Сейчас кто-то мне скажет, Юля, ты вообще уже не красишься. У меня просто-напросто, чтобы стрелки рисовать вообще времени нет. И толку нет, потому что я могу там в церкви где-то поплакать. И оно вообще... Потом подкрашивать нету времени, назад надо бежать уже. А ресницы... У меня тушь уже закончилась. Я пытаюсь что-то там нашкрябать. Жду. Вроде должны... Моей знакомой, ее друзья, привезти тушь с Белоруссии. Там есть такая хорошая. И я все жду. Где-то 30-го часа дотянуть надо. Сегодня вышел обзор этого отеля, Эрсо и Кис. И я иду утро. Видите, да, корпус у него. Я иду утро. Он такой видит меня. Я говорю, уже вышло видео. Он говорит, да-да, я видел, я видел. Я уже патрону отослала. Говорит, давай, ну давай хотя бы там, я завтрак на тебя накормлю. Я говорю, спасибо, я везу в церковь. Да, баньяпки? Ага. Он говорит, вы так снимаете, вы так рекламу сделаете. Я говорю, так я сделала. Ну, они такие хорошие, знаете. Все время здороваются. Все убирает, блядь. Умывает. Говорю, я это тоже снимала, но он в плелисте «Отдых в Антаре». Это на канале Украиночка в Туречине. Тоже хороший отель. Тоже, только вот новый-новый. Что я вам скажу? 24 градуса тепла. И это еще тучки. Это все. Начинается. Мне кажется, уже начинается жара. Я вас целую, люблю. Обнимаю. Если мои видео вам нравятся, ставьте лайк. Подписывайтесь на канал. И пишите свои комментарии. Будьте здоровы. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.